здравствуйте дорогие друзья добрый вечер доброе утро я не знаю где вы находитесь я нахожусь в америке у нас сейчас вечер и поэтому я буду рассказывать об американской теме 23 октября 1934 года родился ария каплан ария каплан стал авторитетом в мире мистики он открыл ворота в мистический мир для еврейства америки и тока потому что например он перевел 20 умов мимо с ладина которому он сам обучился и это 20 томов расписаны яковом кули по главам пары эти 20 томов стали 30 и сейчас они переведены на иврит то есть человек был далеко не заурядный за время своей жизни он написал 60 книг причем за последние года за последние 15-20 лет он умер в 48 лет и он на устах каждого человека который занимается или читает что-то о кабале медитации мистических вещах в иудаизме в данный момент почему он это сделал потому что он чувствовал что в тот момент была нужда показать людям что мистические глубокие вещи связанные с внутренним миром созданием вселенной с понятием бога есть в иудаизме во всех направлениях иудаизма во всех книгах иудаизма он видел что влияние пагубное влияние востока наложила печать на молодое поколение и они уходили в искусство и знания востока я должен вам сразу сказать что я под влиянием влиянием востока сам я занимаюсь тайчи около 20 лет я занимаюсь медитацией около 20 лет у меня есть китайское имя у меня есть тайтл звание мастеров тайчи китайская и не трогайте моих китайцев но первый урок который мне дал мой учитель когда он рассказывал о том что он получал священное звание в буддистской даосской академии его рощи сказал что если цветок создан цветком он должен быть в этой жизни цветком мой учитель встал и сказал я создан евреем я должен быть евреем значит я должен приносить знания о боге вселенной и свете своим людям возвращаясь к ари каплану это тоже было самое саре каплан он родился нелигиозным нерелигиозным человеком он чувствовал звание зов сверху он чувствовал открытие души и он пошел по пути религиозным по пути еврейства и в результате ему дали столько знаний сверху как ни одному человеку в нашей эпохе поэтому я бы хотел сделать небольшие серии посвященные в памяти просто рассказать вам дорогие друзья товарищи братья господа что по моему есть медитация как она представлена в еврейском мире и в других мирах как она может понять помочь и понять мир нам и как мы должны к ней относиться это все будет сказано для меня потому что я вас ничего не могу научить ничего вам не могу рассказать если я не принимаю это сам все что я буду говорить я буду говорить для меня я постараюсь опять же отдать честь человеку который написал множество пособий по медитации по вере по открытию сердца и души раба каплана поэтому если вам это интересно присоединяйтесь я все равно это буду делать так что ряд вас с вами познакомиться рад вам сказать hello how are you and keep in touch в следующий раз заходите посмотрите спасибо большое через две недели встретимся